Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI достигли ключевых уровней сопротивления. Сегодня цены продолжают восстановительную динамику. Серьезную угрозу для стоимости черного золота представляет значительное ухудшение коронавирусной обстановки в США. Росту нефтяных котировок с конца апреля – начало мая способствует надежды инвесторов на скорое восстановление мировой экономики и сокращение добычи нефти крупными мировыми производителями. В июне Саудовская Аравия сократила экспорт на 979 тысяч баррелей нефти в сутки по сравнению с маем. Дисциплинированным на этот раз оказался Ирак, который снизил объем отгрузки сырья из страны, включая Курдистан, на 425 тысяч баррелей. Кроме того, рыночные игроки все еще находятся под впечатлением от трудовой статистики из США. В итоге обе эталонные марки вплотную подошли к зоне ключевых уровней сопротивления. Brent в понедельник днем торговалась выше 43,46 доллара за баррель, а WTI поднялась к отметке 40,77 доллара за баррель. В середине июня покупателям не удалось преодолеть этот баррель. Нынешняя ситуация также может склонить рынок коррекции. США практически ежедневно продолжают обновлять рекорды по числу новых инфицированных. Если обстановка не стабилизируется, то властям придется ужесточить некоторые экономические и социальные ограничения. В мире число заражений приближается к 12 миллионам. Новости об успешных испытаниях вакцины периодически радуют инвесторов, но до победы над пандемией еще далеко. И рынки прекрасно это понимают. К тому же впереди тревожный месяц. В июле будут подведены итоги трудного второго квартала. Другой интересной темой на нефтерынке на этой неделе станет подготовка ОПЕК плюс к новому раунду переговоров по ограничениям добычи. Рубль держится особняком от восстановления нефти и оптимизма на внешних площадках. Давление на российскую валюту, похоже, оказывают опасения по поводу новой волны санкций со стороны США. Америка активно обсуждает версию о том, что Россия платила талибам в Афганистане за убийство американских солдат. Рубль на дневных торгах вплотную подходил к отметке 72 за доллар. Волатильность на российском валютном рынке и вероятность нового давления на рубль в ближайшее время будут сохраняться. Причин для этого немало. Среди них распространение коронавируса, натянутые торговые отношения между США и Китаем, которые могут обостриться в любой момент. Что касается внутренних факторов, в понедельник Минфин опубликует данные о продажах валюты в рамках бюджетного правила. Ожидается снижение продаж примерно до 140 миллиардов рублей, и это как минимум. При таком развитии сценария рубль будет лишен возможности укрепления. О том, как будут дальше развиваться события на финансовых рынках, вы узнаете из наших следующих выпусков новостей на канале Инстатв. До свидания!